Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Как часто, играя партию с классическим контролем времени, вы предлагаете сопернику ничью? Шахматная история знает немало игроков чемпионского калибра, которые совершенно по-разному относились к предложению закончить партию миром. Так, Роберт Фишер почти никогда ничью не предлагал и старался использовать все имеющиеся ресурсы для достижения победы. Напротив, Тигран Петросян зачастую не прочь был разойтись миром в партии с сильным соперником. Как правило, предложение ничьей особо не влияет на течение поединка и лишь дает дополнительную информацию о настрое соперника. Но бывает и так, что мирное предложение кардинальным образом влияет на дальнейшее течение партии. Сегодня, уважаемые зрители, мы с вами рассмотрим очень увлекательную партию, которая была сыграна в третьем туре мемориала Сокольского в Минске в январе 1978 года. В этой партии черными играл 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, которому тогда было всего лишь 14 лет. ЧСБС тут немножечко приврал. В апреле у Каспарова день рождения, а это был январь. Ну а соперником юного бакинца был достаточно опытный мастер, белорусский шахматист Михаил Шерешевский. Юный Гарри Каспаров был всего лишь пока кандидатом в мастера спорта. Но играл очень сильно, напористо. Первые две партии он выиграл. И вот в третьем поединке играл черными против сильного соперника. Михаил Шерешевский, конечно, понимал, с кем имеет дело. Очень даровитый юный бакинский шахматист уже представлял собой грозную силу. Поэтому Шерешевский применил в данной партии довольно интересную стратегию. Итак, белые пошли Д4. Черные ответили ходом Конь Ф6. На Конь Ф3, Ж6. Гарри Каспаров хочет сыграть страндийскую защиту, но белые ставят слона на Ф4. Модная ныне лондонская система игралась и в то время. Были шахматисты, которые любили вот так выводить слона. И Шерешевский был одним из них. Слон Ж7. Далее Е3, Д6 и белые ставят слона на Е2. Понятно, что коль скоро черные могут в дальнейшем продвинуть пешку на Е5, то слону на Д3 делать нечего. После коротких рокировок следует С5 в исполнении Каспарова. Ну и вот здесь почти все играют либо С3, укрепляя центральную пешку, либо профилактическая H3. Дело в том, что на ход коня H5 есть возможность отойти слоном на H2. Но Шерешевский в таких ситуациях просто ставил коня на С3. Неожиданное решение для Каспарова в том числе. Конь стоит достаточно активно, но пешка на С2 двинуться вперед пока не может. Черные задумались, как же им развить свои силы. Б6 играет Каспаров, ну а белые H3. Конь А6, ладья Е1. В ожидательной стратегии придерживается Шерешевский, таким образом лишив напористого соперника конкретных объектов для атаки. Каспаров ставит коня на более удобную позицию. После хода слон F1 следует слон B7. И в этой ситуации белые продолжают ждать, отводят слона на поле H2. Хотя дальнейшее течение партии покажет, что лучше всего было все-таки сыграть слон G3. Здесь черные, конечно, могли разменяться на D4, дали сыграть конь Е6, давя на пешку D4. Но Каспаров играет иначе. Он ставит коня на D7, открывая сторонейского слона. Здесь Шерешевский игнорирует угрозы пешке D4 и играет А4 с целью продвинуть эту пешку дальше. Каспаров понимает, что в этой ситуации он может разменяться на F3. Ну и в дальнейшем белым придется бить либо пешкой, ослабляя положение короля, либо ферзем. Но в этом случае теряется пешка на D4. Понимая, что соперник таким образом жертвует пешку за преимущество двух слонов, Каспаров все-таки рискнул. Забрал на F3, после ферзь бьет F3, CD, ED и слон бьет D4. Шерешевский играет ладья AD1. Очень сильно стоят ладьи по центру, давя на ферзя и пешку Е7. Далее конь Е6. Играет черный, защищая слона и слон G3. Мы видим, что так или иначе пешку на F2 защищать нужно. И Шерешевскому пришлось потратить темп для того, чтобы вернуть слона на поле G3, где он мог оказаться в один прием после отхода с F4. Но ладья C8 играет черная. И в этой позиции вторую пешку жертвует Шерешевский. Играет конь D5. Очень интересный ход. Давление на пешку Е7 сковывает коня Е6. В этой ситуации черные могли ошибиться, если бы сыграли ладья БЦ2. В этом случае следует ферзь Е4, нападая на ладью и слона Д4. Если отойти, то следует взятие. На взятие конь Е7 с шахом. Отошли ферзь Д4, снова шах. И в 6 слон бьет Д6. Позиция черных просто разваливается. Поэтому здесь черным нужно играть иначе. Можно было пойти конь Ф6, провоцируя размены. Правда, после С3 конь бьет Д5. Теряют своего слона. Черные после конь Б4. С4, Д5, конь С5, ферзь Е2. Защищаем пешку ладья Е8. Ферзь Д2. И после А5, защищая коня, слон Б5. Снова с нападением ладья отходит, слон Ф4. Тут мы видим, что белые без пешки. Но все-таки преимущество двух слонов играет очень серьезную роль. Но Гарри Каспаров сыграл по-другому. Он шахматист смелый и даже в те юные годы не боялся проверять своих соперников. Что же задумал здесь Шерешевский на взятие на Б2. Без двух пешек белые и С3. Мы видим, что белорусский шахматист тоже не лыком шит. Он изолирует чернопольного слона от черных. Таким образом, создавая серьезное давление на королевский фланг. В этой ситуации лучше всего было сыграть слон А3. К этому выводу пришел сам Каспаров, готовя данную партию для публикации в одной из своих книг. После слон Х4, конь Е5, нападая на ферзя, ферзь Ж3, Ж5. Черные могли вот здесь получить достаточно приемлемую позицию. Правда, очень острое положение. После Ф4, король Х8, забрали ладья Ж8. Слон на Х4 так или иначе будет взят. После слона Х6, ладья Б8. Вот этот вариант приводит Каспаров. Король Х1, ладья Ж7, конь Е3 и дальше ферзь Ж8. После конь Ф5 настало время брать этого слона. После взятия ДЕ, конь бьет Ж7, ферзь бьет Ж7. Очень сложное положение, без качества черное, но взамен у них две пешки. Но не так сыграл юный бакинец. Он пошел конь Е5. Александр Никитин, тренер Каспарова в то время, очень хвалил этот ход. Но на самом деле это серьезная ошибка. Дело в том, что после очевидного размена на Е5, в этой ситуации белые могли получить практически выигранную позицию. Конечно, речь идет не о коне Ф6. Каспаров предвидел такой простой отход коня с выигрышем ферзя. Но после взятия на Ф6, взяли, взяли, ферзь бьет Ф6. Слон бьет С3, ладья С1, слон Д4. Пункт на Ф2 очень слаб. И в этой ситуации черные, имея легкую фигуру ладью и две пешки за ферзя соперника, получают серьезный перевес. А лучшим в этой ситуации для белых был отход коня на поле Е3. Ход назад, конечно, очень часто не дается даже очень сильным шахматистам. После Ф7, мы сейчас видим, что ферзь был под боем ладьи, следует конь С4. Таким образом, слон на Б2 просто терялся. После слон бьет С3, ферзь бьет С3. Три пешки за слона у черных, но все-таки пешки сдвоенные. К тому же, фигуры белых отлично взаимодействуют. Каспаров заключает, что в этой ситуации у белых технически выигранная позиция. Но Шерешевский не заметил хода конь Е3. Просто побил на Е5. И после король Ж7, Каспаров неожиданно для всех очень острой ситуации предложил сопернику ничью. И юный шахматист полагал, что после двух побед в первых двух турах, вот эта ничья черными с достаточно интересным сильным мастером будет неплохим результатом. Но Михаил Шерешевский воспринял вот это предложение ничей со стороны юного соперника не иначе, как проявление слабости. И захотел выиграть эту партию во что бы то ни стало, что сыграло на руку самому Каспарову. Таким образом, вот это, казалось бы, невинное предложение ничьей стало грозным психологическим оружием в руках юного бакинского шахматиста. Считая себя обязанным играть на победу, Шерешевский возложил на себя слишком тяжелую ношу и в итоге просчитался в последующих вариантах. В этой позиции лучше всего было сыграть слон А6. После ладья Ц5, отходим ладью обратно, конь Ц7, нападая на слона. Ну и конь на Д5 также связан. Конь Е3, ферзь Е8, слон Б5, забрали, взяли, слон бьет Ц3, конь Д5. В итоге позиция выхолачивается. После ферзь Ц8 забираем на Е7, ферзь Ф5. После размена ферзей и дальше легких фигур получается равное ладейное окончание. Но Шерешевский сыграл по-другому. Он конь Ф4 пошел, нападая на ферзя, на коня Е6. И в этой ситуации плохо было отходить на Е8. Дело в том, что слон Б5 следовало и на ладья бьет Ц3, ферзь Е2. Белые все-таки здесь получают выигранную позицию. После взятия на Ф4 ферзь бьет Б2. Очень неприятное противостояние по диагонали. Ферзь А8, угрожая матом. Ф3, ладья ФЦ8. Ну и все-таки тут связка решает. После ладья Е3, конь Д5. Ладья Д, Д3 в этой позиции. И после взятия на Е3, забираем на Ц3. Взяли, взяли. Двойной удар. И в 6 ферзь бьет Е3. Определенные технические трудности с реализацией перевесов белых будут. Но все-таки закономерная победа белых здесь более чем реальна. Здесь же Гарри Каспаров сыграл иначе. Он не отошел ферзьом, а пошел ладья бьет С3. Контрудар. Который Шерешевский не до конца рассчитал. Дело в том, что в этой позиции белым, видимо, было лучше просто пойти на размен. После ладья бьет Д8. Ладья бьет Ф3. Забрали с шахом. Забрали. Взяли здесь. Забрали ладьей. Ладья бьет Е6. Слон А3 защищает пешку. Слон Б5. И слон С5. Ладья Е2. Защищает пешку на Ф2. Ладья Д8. В этой ситуации у белых не хватает пешки. Конечно, очень неприятное положение. Но все-таки пока держаться можно было. Ну а в партии белые сыграли конь Е6. Возможно, думая, что выигрывают. После ФЕ следует ферзь Е2. Продолжая контролировать ладью на Д1 и нападая на слона. Но Каспаров играет ферзь С7. Контрудар. Ладья Е5. Подвисает в случае взятия на Б2. Ладья бьет Е6. И вот в этой ситуации Шерешевский считал, что уже выигрывает. Так как угрожает ладья бьет Е7. И взятие на Б2. Но простое слон А3 развеивает все иллюзии. Дело в том, что Каспаров понял во время партии. Его соперник просмотрел этот несложный ход. И сейчас пешка на Ф2 у белых становится очень слабой. Ферзь Д2 играет Шерешевский. И в этой ситуации Каспаров поставил свою ладью на поле Ф4. Хотя впоследствии вооруженный современными компьютерными программами 13-й чемпион мира обнаружил очень интересный тактический трюк. Дело в том, что здесь можно было брать на Ф2. Конечно, в случае взятия королем на Ф2 следует ладья С2. Ну а если забрать ферзь, то слон С5. И дальше после ладья Д4, ладья А3. Черная как ни в чем не бывало. Просто заходит за пешкой А4. Король А1, ладья бьет А4, слон С4. Ладья А1, шаг, слон Ф1 и А5. Ладья Е2. Ну и здесь такая комбинация. Забираем на Ф1, забираем на Д4. Три пешки за качество дают черным отличные шансы на победу. Но Каспаров сыграл иначе. Он пошел ладья Ф4. И в этой позиции белые не находят своего лучшего шанса. Шерешевскому стоило сыграть Ж3. Проверить, куда пойдет ладья. Если же она в этой ситуации не отойдет на Ф7. Это лучший ход, защищая пешку на Е7. А заберет на А4. То последует ладья ДЕ1. И после А6 следует ферзь Ж5. Пешка на Е7 под ударом. На К8 неожиданно жертвуем ладью. И здесь просто вечный шаг. К8 снова шаг. Ферзь Х6. Ну и в этой позиции белые постепенно добиваются полного равенства. Понятно, что на Е8, если мы пойдем, то последует ферзь Ж6. Давайте проверим этот вариант. Если пойти король Д8, то еще такой ход. Дальше сюда. Что нам подскажет компьютер. Да, ферзь Е6. И в итоге все-таки у нас ничья. Но этот шанс Шерешевский не использовал. Он пошел ладья ДЕ1 сразу. Зачем тратить время на ход Ж3, ослабляющий позицию короля. Если форточка и так уже есть. Но все-таки в этой позиции Каспаров сыграл ладья С2. Он напал на ферзя. Тот отходит на Д1. И вот в этой ситуации, видимо, самым лучшим решением за черных было немедленное взятие на Ф2. Ладьей С2. Дальше на ферзь А1 следует слон Б2, защищая слона и нападая на ферзя. В случае взятия на Е7. Король А6, ферзь Б1. И дальше ладья бьет Ф1. Забрали слон Д4 и черные в итоге остаются с лишней фигурой. Но Каспаров сыграл иначе. Он пошел ферзь С5, нападая на пешку Ф2 еще раз. Белые забирают на Е7 и черные отходят королем на А6. Угроза пешке Ф2 никуда не делась. В этой ситуации заслужил внимание ход ферзь Д7. Отчаянная контратака. В случае взятия отходим королем на А2. Если забрать, то мы бьем ладьей. И дальше на ферзь Д4 все-таки бьем на А7. Король Ж5. В этой позиции белые не могут поставить мат черному королю. В случае взятия на Д4. Ладья бьет А7. Ладья Д, Д2. Белых ждет очень неприятная защита в этом Н-шпиле. Здесь скорее всего черные в итоге смогут раскачать оборону соперника и добиться победы. Но все-таки технические трудности с реализацией перевеса оставались. Но белые здесь пошли ладья 7 Е2. Переходя в защиту, взятие на Ф2 все-таки возможно. И тут лучше всего было забрать на С2. В случае вскрытого шаха король А1. Лишняя пешка у черных конечно есть. Но все-таки разноцвет и какие-то ничейные тенденции здесь присущие этому материальному соотношению наличествуют. Но белые своим 30-м ходом допустили уже решающую ошибку. Отвели короля на А1, опасаясь вскрытого шаха. Ну а Каспаров сыграл ладья Ф бьет Е2. Оказывается в случае взятия ладьей следует ладья С1. На ФД2 с шахом ФГ5. Нужно размениваться ладья Ф2. Слон С5. Прогнали ладью. И дальше ладья А1. Король А2 и А5. Нельзя защитить пешку на А4. В случае отхода слона на поле Б5 последует конечно слон Д6. И в дальнейшем черные терпят поражение. Поэтому черные в итоге получают две проходные на ферзь его фланге. Что равносильно победе. Но здесь белые сыграли слон бьет Е2. После ферзь Ф2 следует король А2. И в этой позиции Шришевский пропускает шах. Ферзь Ф4 сыграл Каспаров. И белые наконец сдались. Дело в том, что на ход Х1 последует ладья С1. И в этой позиции белые никак не могут предотвратить материальные потери. Вот такая очень интересная партия юного Гарри Каспарова. Следует отметить, что удержав три победы подряд на старте этого турнира. Каспаров в итоге выиграл и само соревнование. За пять туров до окончания его. Выполнив норму мастера спорта. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. И вовремя предлагайте ничью. Спасибо за внимание. До свидания.